Всех приветствую! Ресторан Сибирь-Сибирь присоединяется к марафону здоровья. Сегодня мы приготовим с вами традиционный русский холодец. Нам потребуется лук, морковь, специи, соль, вода и, конечно же, мясо. Мясом мы будем использовать лоси. Поехали! Нам потребуется морковь. Можно резать, можно нет, я режу. Нам потребуется мякоть. Большими кусками режем кости. Можно чуть-чуть разрезать, но это для того, чтобы нам просто было удобно доставать потом. лук, перец, лавровый лист. Мой вам совет, когда вы готовите холодец, солить всегда в самом начале. Объясню почему. Потому что, когда вы солите мясо, из него выходят все шлаки. То есть, вся пенка, которая поднимается, это и есть шлаки. Солить на 50 процентов, потому что у вас будет уварка. Добавляем воду. Вода в соотношении с мясом один крем. То есть, воды должно быть в три раза, а то и в четыре больше, чем мясо. Мы не используем желатин, никаких затягивающих средств. Если говорить об истоках происхождения холодца, то стоит обратиться к нашим северным народам. Собираясь долгую дорогу, люди выставляли мясной бульон на холод, тем самым превращая его в желе. Его можно было удобно фасовать и брать с собой. Сытная пища приносила силы в долгом пути. На Руси данное блюдо не пользовалось популярностью у знатных людей. После сытного застолья остатки пищи собирали в посудину и заливали все мясным бульоном. Далее выставляли на мороз. Готовое, не очень аппетитное навитварево, в котором содержались продукты после знатных людей, отдавалось слугам. К слову, Петр Первый приветствовал данное блюдо на своем столе и предпочитал начинать обед именно с него, вприкуску с квашеной капустой и соленым огурцом. Холодец готов. Я предлагаю его не разбирать, как многие люди его разбирают, я предлагаю его резать, потому что когда у вас в порциях, либо в гостроемкости залит холодец, он будет волокнами, его будет трудно ломать именно вилкой. Из-за этого я предлагаю вам резать кубиком. Выкладываем по формочкам. Бульон, так как у нас готовился на маленьком огне, и мы снимали пенку, он у нас получился прозрачный, его процеживать не надо. Мы вывариваем воду в три, а то и в четыре раза. Чем вы больше выварите, тем у вас будет насыщенней, мясистей ваш бульон. Быстрее будет застывать и сохранять свою форму. Даем остыть бульону, затем его убираем в холодильник. Какие диетологические плюсы можно выделить у данной популярной закуски? Бытует мнение, что холодец содержит очень много коллагена. Да, но это чуточку не так. При длительной термической обработке коллаген, который содержится в костях и хрящах, поддается гидролизу, тем самым распадаясь до желатина. В процессе пищеварения желатин распадается до аминокислот и из кишечника всасывается в кровь, неся пользу не только костям и суставам, но и всему организму в целом. Также блюдо содержит массу витаминов. К основным можно отнести витамины группы А, С и В и содержит в себе много микроэлементов, такие как алюминий, ванадий, хром, бром и фтор. Кому же холодец не стоит употреблять? Это люди, имеющие патологии с костной системой по типу подагры, люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастрит с повышенной кислотностью, а также холецистит и люди, имеющие проблемы с мочевыделительной системой. Так как холодец содержит большое количество аксалатов, в последующем данные вещества могут оказывать негативное влияние на организм в виде образования камней в почках и мочевом пузыре. Делая выводы о данном блюде, следует сказать, что частота употребления холодца должна остаться в категории праздничное блюдо, так как весомая калорийность холодца может негативно сказаться на вашей фигуре. И главное помнить, что внимание к организму сейчас поможет вам избежать последующих проблем в будущем. Холодец в Сибирь-Сибири подаем с мочеными яблоками, яблоки Антоновка, подаем с горчицей русской, ядреный, сливочный хрен и, конечно, корень хрена. Корень хрена обязательно к холодцу, даже можно не использовать горчицу, ни сливочный хрен, но именно корень хрена должен быть, я бы сказал, обязан. И натираем. Ну и какой же холодец без бородинского хлеба? Всеми любимый укропчик. Традиционный русский холодец готов, приятного аппетита!